Я не просто люблю наш город, я его обожаю. Почему я обожаю наш город? Потому что в этом городе все практически отлично, и изумительно, и идеально. Отличные дороги, с отличный сервис, качественное, а вот что качественное? Давайте поделимся, где я сейчас нахожусь. Я не буду говорить по времени, по времени это всего лишь без 20-12. Где я нахожусь? Я нахожусь рядышком с нашим дивным вокзалом. Вы за моей спиной можете большое количество маршруток видеть, трамваев видите. Видите ли вы это дело? Я что-то их не вижу. Потому что где-то после 8.30 наши маршрутки говорят, все, мы поехали домой отдыхать. Ну плюс-минус еще час, плюс-минус час. Ну, может быть, но не больше. Да, о чем мы дальше будем говорить? О том, что должны же быть какие-то трамваи. Вы не беспокойтесь, трамваев здесь не будет в проде своей. Хотя время еще до 12 не дошло. Тема, тема клевая. И самое забавное, что мы когда-то купили автобусы. Они, в принципе, должны бы ходить до часу ночи. Это не маршрутка. Это она сюда зайдет за людьми, но почему-то там людей я не вижу. Она наверняка куда-то дальше поедет. То есть это междугородный транспорт. Почему я сейчас смотрю на часики? Потому что у нас времени не сильно там много. А я вчера вышел буквально в 25 минут. Знаете, откуда я вышел? Я вышел с курантов. Ну, там мама моя живет, правда, 34-12. Я вышел, мама сказала, что ты вообще никаким образом не уедешь. То есть мы наверняка хотим сказать, что человеческие данные нашего организма должны нам дать возможность ездить всем на такси. Но как бы вам сказать, в связи с тем, что я работаю на телевидении, я не вижу этих людей, которые работают на такси, которые могут способствовать ездить на такси. И что я сделал? Ну, что я сделал? Своими бодрыми, красивыми шажками я за 45 минут дошел. Плюс-минус. Плюс-минус. Хорошая тема. Почему я дошел? Потому что я умею очень быстро ходить. То есть вот это и называется тот самый пинок к нашей организации дорожного движения, которая не существует вечерочком. То. Хорошая тема, правильно? Весьма интересная тема. Конечно, город красив. Тут даже вопросов нет. Но если в этом городе было бы, допустим, ближе к минус 25 градусам, а я-то чувствовал, и это будет 100%. И вот вы представляете, человек просто никаким образом не сможет переместиться. Это хорошая тема. Весьма нехорошая тема, коре честная. И о чем я сейчас буду говорить? Кто бы про это еще мог сказать? Давайте определимся, кого вы набрали. Кого набрал комбинат? Самый мой лучший и любимый комбинат. Кого набрал город? Так вот, наш город набрал бывших этих, как это называется, диджеев из непонятно откуда. И они что-то вам рассказали, что они вообще вам должны бы отдать. Да ничего они вам не дадут. Они вам будут просто одно место так вылизывать, красиво и ровно. Вы, наверное, знаете, какое это место. В связи с тем, что это все-таки эфир, я поэтому ничего не буду говорить. То есть вам нужны были такие человеки. Нужны ли они вам? А потом, когда вы говорите, что у вас кое-где там немножко есть у нас такие структуры, да. К сожалению, была дивная структура вечерняя Магнитогорска. Так это был единственный специалист в области, крутой специалист. Он заканчивал. А, во-во-во-во-во, первый трамвайчик пошел, да. Но вчера трамвай вообще не было. Вот, смотрите, вот он, вот он. Я, может быть, вчера что-то лоханулся, но трамваев я-то и не видел. То есть в природе своей вам бы хотя бы необходимо было бы сделать, как это делается в дивном городе Москва. То есть мы будем говорить про одну улицу. Улица, в принципе, у нас Карла Маркса, да. Она идет немножко вот так виляя. Она идет от тех районов, где люди спят в большей части, до Сюдова, вот одна улица. И, в принципе, человеки могли бы хотя бы походить по этой улице, потому что город Магнитогорск, город с северной, очень красивый город Магнитогорск, он для меня создан, потому что он мне нравится, я здесь на велосипеде катаюсь. И это мне в действительности нравится. Другой вопрос. Вы же хотели, чтобы к вам пришли такие же товарищи, которые умные и магнитогорские товарищи. Вы знаете, я, как быть честным, по сути своей никогда никого не воровал и не собираюсь воровать в природе своей, но я хочу, чтобы меня оценивали. И, в принципе, я и есть у меня один человек, который могут взять ваших товарищей, которые что-то делают, выжать их, пинками откинуть и сделать такой материал и дать людям такие возможности, что человеки вам скажут огромное спасибо. Это я кому говорю? Это я говорю руководству металлургического комбината и города Магнитогорска. Есть специалисты, ну, я в их числе. Продолжение следует...